Дети быстро вырастают из своей одежды. Этот факт особенно сложно принять людям, у которых детей с семьей несколько. Обновки нужны каждому ребенку, а средств на них зачастую не хватает. Поэтому и появляются такие акции, как «Добрые вещи». В первую очередь она для многодетных семей. Одновременно стать и волонтером, и получателем может каждый. Анна Жулай – участник акции со стажем. Начали приносить вещи пакетиками, потом начали приносить уже там двумя пакетиками, обувь, что, соответственно, это чистая, постиранная. Куртки, теплые штаны и сезонная обувь – в магазинах это обойдется в копеечку. А здесь проще простого. Понравилась вещь – можешь забирать. Вот чисто эта вещь моего ребенка. Мой ребенок ее носил. Мы очень аккуратисты в правиле вещей. Ее поносили, в принципе, два ребенка. У нас одна девочка. Ей уже сейчас восемь, а другой пять. То есть это вот восемь поносило лет, который, и поносил пять. То есть мы ее постирали, почистили и принесли сюда. Организаторы следят, чтобы вещи, которые приносят, были в хорошем состоянии. В противном случае одежда отправляется в урну. Кстати, в рамках акции люди приносят не только вещи, что называется бывшие в употреблении, но и с этикеткой. Это спонсорская помощь алтайских предпринимателей. Мы сотрудничаем с нашим алтайским краем. У нас представители в ребрихе, косихе. Мы собираем, упаковываем мешки, коробки. И представители приезжают буквально на следующий день, забирают и продолжают, принимают эстафету, продолжают все это на места в селу. Сообщество многодетных и приемных семей Алтая насчитывает полторы тысячи участников. Такие акции для них – хорошая поддержка и возможность сделать доброе дело. Кстати, желающих поучаствовать ждут уже 13 марта на рынке ВДНХ «Ориентир. Зеленый вход». Татьяна Голубева, Анара Шагирова, Андрей Печоркин. День с толком.